Всем привет! Это Лиза Краснова и сегодня мы с переполненной коробкой днища хотим показать вам, что же закончилось. Я думаю, вы видите, что уже из нее все вываливается, поэтому без промедлений приступаем. У меня закончилось очень много средств, которые я давно пыталась добить. И, честно говоря, некоторые из них закончились прямо вот в преддверии съемки этого видео. Сейчас я дальше вам их покажу. Одно средство я не закончила до конца, потому что хотела вам показать очень прикольную консистенцию. Я, честно говоря, вообще не видела еще таких продуктов, которые были бы настолько натуральными. Ну, кроме того, тоника от Kiehl's, в котором плавает календула. Средство от Natura Siberica взорвало мой мозг. Это первый продукт этого бренда, которым я вообще пользуюсь. И, насколько мне известно, какое-то средство из вот этой серии Frozen Limonik Nanai что-то там получил какую-то награду. Короче, я так рассказываю, что лучше бы я так не рассказывала. В общем, сначала. Скраб летела с ягодами лимонника, он пахнет так, что можно просто сойти с ума, как настоящее мамино варенье. Настолько настоящий, натуральный, естественный аромат. В общем, это ягодки. Вы их видите. Вот вверху, в уголочке, это настоящие ягодки. Когда вы используете этот скраб, вот эти вот ягодки, прям настоящие, они у вас растираются между руками. На самом деле, вот то, что он такой весь красненький, создает немного такое ощущение, как будто вы снимаете какую-то новую серию Dextra. Но ощущение на коже очень крутое. В нем содержатся косточки клубники и косточки малины, которые хорошо отшелушивают кожу, но не травмируют ее, потому что вот эти косточки, они такие довольно округлые и не острые. На самом деле, вот, конечно, такого супер-мега-экстра скраба, такое, что обзирает кожу до костей, вы не получите. Но будет очень мягкое отшелушивание. За счет того, что оно все содержится в таком желейно-кремово-вареничном составе, очень все так мягко отшелушивается. Конечно, это очень крутой скраб в качестве ароматерапии. Вот это такой весь процесс, спа. Не очень приятно после этого, конечно, мыть ванну, потому что вот это вот все красные подтеки не очень симпатично выглядят. Мне кажется, что этот скраб великолепный подарок кому-то, кто любит косметику и кого вы хотите удивить. Я не знаю, продается ли он у нас в Украине, именно конкретно этот продукт, потому что, насколько я понимаю, это какая-то немного более лакшери линейка, чем просто Натура Сибирика. Он шел еще в такой красивой коробке огроменной. Если бы у меня он появился еще раз, я бы с удовольствием им пользовалась. Искать бегать его я не буду. Средство хорошее, просто я не люблю заморачиваться. У меня были вот такие гидрогелевые патчи от Japan Gals. Честно, я вообще не поняла. Это патчи под глаза. Я не могу сказать, что у меня какие-то колоссальные проблемы с областью под глазами, но, может быть, нужно иметь реально какие-то проблемы, чтобы видеть эффект. Но я вообще не поняла, что эти патчи делают. Их было 6 штук в упаковке. Они были упакованы в индивидуальную упаковочку. Лежали на такой тарелочке, внутри которой были вот эти гидрогелевые патчи. Они прозрачные, с таким легким мерцанием. Типа это красиво, но на лице реально выглядит, как будто тебя ужалила медуза. Те штуки, которые меня просто ввели в какое-то приятное недоумение, значит, ну, выглядит, конечно, стрёмно. Это штука, которую вы надеваете на глаза, и при воздействии с окружающей средой, при попадании воздуха, она начинает нагреваться. Это такие накладки, вы их как бы, как маска для сна, она так приятно расслабляет, так круто гореть в самолете. Обычно мне не очень легко уснуть, потому что, ну, я не могу спать тогда, когда сказали спи. Когда я надела эту маску, она так расслабилась, что я вырубилась просто сразу, потому что лететь было 5 часов. Я собиралась монтировать индивидию, еще что-то, думаю, посижу 5 минуточек в этой маске, посмотрю, как она работает. Короче, меня вырубило на 2 часа. И следующая интересная штучка, это пластырь, который вы клеите сзади на спинку, клеите вот сюда себе на шейный отдел. Если вы не можете уснуть, и вот бывает такое, ты хочешь спать, а не можешь уснуть. Эта штука очень круто работает. Мне ее подарила Лена, спасибо тебе большое, Лена, я надеюсь, ты смотришь это видео. Девочка, она тоже блогер, я тоже ссылку оставлю на нее. Она, кстати, если вы ищете украиноговорящий блогер, вы из Украины, то вот Лена на канале будет по ссылке вот здесь. Она классно вещает на украинском про всякое блюде. Классные вот эти 2 штучки, они действительно хорошо работают, так что если в дорогу куда-то, или у вас какой-то напряженный период времени, и вам нужен очень быстрый релакс, обратите внимание на такие вещи, они действительно эффективны. Также у меня закончилось мое самое любимое масло для тела от Clorans. То масло, которое помогает вам худеть, когда вы лежите на диване и ешьте булочки. Оно очень круто подтягивает кожу, оно знаменательно тем, что в нем настолько натуральный состав, что его можно использовать как беременным, так и кормящим мамам. Очень круто пахнет, мне так нравится его травянистый аромат, но вот такой лимонно-травянистый, он очень долго остается на вас, на одежде. Если вы используете это средство и ложитесь в постель, она потом будет вся благоухая этим ароматом, поэтому если вы очень чувствительны к запахам, обязательно попробуйте его в магазине, прежде чем покупать. Самое любимое, это которая анти-О, то есть которая выводит воду из организма. Действительно очень круто работает, я наношу его после душа на влажное тело, чуть-чуть, вот совсем капельку, и распределяю по коже. И наношу его снизу вверх, то есть по телу, вот от пяточек и вверх по телу, чтобы создавать лимфодренажный эффект. Также я использовала новую систему от Клиник, мне сейчас говорит весь ютуб, я уже тоже успела ее потестировать, написано, что она выравнивает тон и текстуру кожи. Это новинка, которая содержит 10% витамин С, она состоит из таких 7 пакетиков с пенкой для умывания в порошке, то есть вы сначала мочите ладошку, раскрываете этот пакетик, высыпаете содержимое, и второй влажной ладошкой растираете это все в пенку, и только потом наносите на лицо. Очень немножечко воды добавляйте, потому что можно испортить это средство, в общем, ну как бы если оно будет слишком разбавлено, потеряется эффективность. Вы наносите на лицо, оставляете примерно на минуту, и за это время должно средство подействовать, то есть это его максимальная эффективность. В таком флаконе содержится сыворотка, тут была защитная пленка, вы ее отрываете, два раза нажимаете вот на эту помпочку мягкую, выдавливается состав в это средство. Написано, что нужно использовать его, добавляя в свой основной уход, но поскольку я дерзкая женщина, я использовала его чистоганом, наносила просто на лицо, ничего не стягивала, не сушила, не пекло, в общем, никаких негативных эффектов не происходило. Если у вас где-то есть следы от постакне, либо же какие-то неровности, маленькие ямки, вот что-то такое, она сглаживает поверхность кожи, делает лицо более равномерным, вот за эту неделю, сколько нужно использовать эту систему, она действительно дает эффект. Но вы должны понимать, я не знаю, как будет у вас, но как лично у меня было, если у меня появлялся какой-то прыщик в течение дня, например, ты вечером использовала эту систему, и утром я наношу там свой макияж, вечером прихожу, умываюсь, и я понимаю, что у меня где-то на лице выскочил прыщ. То есть эта штука, она не предотвращала появление новых воспалений, но если вдруг она уже появлялась, я наносила вот эту сыворотку чуть гуще на конкретно вот какое-то воспаление, и оно быстрее ее затягивало. То есть когда я уже начала использовать эти средства, у меня были некоторые остатки от высыпаний, и оно их быстрее затягивало, подтягивало и вытягивало, в общем, все, что там оставалось, и не осталось следов. Потому что обычно у меня, если выскакивает какое-то воспаление, после него оно может быстро пройти, но след от него может тянуться, не знаю, месяцами. Эта штука убирала вот эти вот негативные последствия от высыпаний, но она их не предотвращала. Вообще, я очень люблю уход клиник, моя самая любимая система, это антибламиж салюшн, в свое время она мне реально помогла в борьбе с высыпаниями, с воспалениями. Когда я была подростком, она действительно на мне очень круто сработала. И обычно летом я покупаю миниатюрки, у них есть классный набор из трех миниатюр, которые борются с высыпаниями. Также я всегда покупаю противовоспалительный гель, я вам его показывала в своем уходе, вот тут, который я наношу точно на какие-то высыпания. Вообще, уход клиник мне очень подходит и очень нравится, поэтому тут еще вопрос в том, подходит ли вам в принципе средства этой марки. Буквально сегодня перед съемкой этого видео закончился у меня мой любимый матовый тональный крем Infallible от L'Oreal. Вот здесь я делала видео про 10 первых замен, куда попал этот крем, я обязательно куплю его еще. У меня был оттенок 12 розовая ваниль, как-то странно, то один день он мне подходит, один день нет. В общем, обожаю этот тональный крем, на мне он очень круто, долго, качественно, держит матовость. Когда мне нужна какая-то плотная основа, чтобы выглядеть супер безумно, изумительно на протяжении всего дня, я выбираю вот эту основу Infallible. Обожаю, но он действительно может сушить кожу, вообще любой стойкий тональный продукт сушит кожу, если вы за ней качественно не ухаживаете в плане увлажнения. Всегда до нанесения матирующих тональных средств, пожалуйста, наносите хороший качественный увлажняющий уход. Увлажнение никоим образом не сказывается на том, что ваша кожа выделяет больше сала и блеска, потому что именно обезвоженная кожа пытается себя спасти тем методом, что выделяет еще больше жира, чтобы хоть как-то умаслить себя, если вы не даете ей достаточно увлажнения. Обратите на это внимание. Закончилось у меня великолепное средство, которое я брала с собой на отдых. Влог вот тут по ссылке, мы отдыхали на Канарских островах, и эта штука позволила мне не сгореть, я наносила на лицо, на тело, каждый раз, когда выходила на улицу, даже если было немного пасмурно, все равно я всегда использую уход от солнца. Я снимала с рекламной кампанией для этих средств, оставлю вам фотографии, это была великолепная съемка с долматинами, мне было так приятно стать амбассадором этого бренда, потому что я на самом деле фанатик средств по уходу за кожей от солнца, поэтому такие штуки это именно то, лицом чего я была очень гордо стать. Еще с удовольствием стала бы амбассадором какое-нибудь средство для волос, но я думаю, вы понимаете, с тех пор, как я остригла карем со своих волос по пояс, то мне уже ничего не светит. Закончился у меня мицеллярный гель для умывания от Garnier, мне он нравился, я не могу сказать, что он мицеллярный, я никогда в жизни не смывала им макияж, мне кажется, это такое чувство, я всегда смываю макияж одним средством, кстати, молочко от L'Oreal, обожаю его, у меня четвертое, пятое, я уже даже не помню, не могу уже посчитать, какая по счету это баночка молочка. Летом я буду использовать, скорее всего, мицеллярку обычную, а зимой мне хотелось чего-то более кремового, более нежного и мягкого, поэтому я использовала вот такое молочко от Garnier. Я уже показывала несколько раз его действительно в пустых банках, так что вы можете понимать, что я им пользуюсь реально, с тех пор, как показала его в фаворитах, я пользуюсь им постоянно, ну, то есть вы это видите. Кстати, там еще стоит еще одно заканчивается, чтобы вы даже не сомневались, в следующий раз вам тоже ее покажу. И закончился у меня этот мицеллярный гель, я умывалась им после того, как смывала макияж молочком. Он более жидкий, чем обычные гели, поэтому обычно я наносила его просто на сухие ладони и на чуть-чуть влажное лицо, либо могла уже просто на сухое лицо нанести после молочка, и потом уже добавляла немножко воды, это все размыливало, потому что если нанести на влажные ладони, оно просто куда-то утекало, потому что у него очень жидкая консистенция. Также я уже израсходовала полностью эту новую тушь от Avon, я делала полноценный обзор тест-драйв этой туши вот здесь по ссылке, с тех пор я ее вообще просто полюбила до безумия. Она великолепна тем, что она вообще не отпечатывается, не осыпается, она смывается теплой водой. Это новинка от Avon, я сняла на нее обзор, а появилась она буквально в продаже вот только в марте, то есть мой косяк. Она супер-классная, я думаю, что там вам лучше посмотреть полноценный обзор, но я могу сказать, что она очень крутая, у нее очень хорошая щетка, которая просто красиво прорисовывает, прокрашивает реснички. Если вы пользуетесь косметикой Avon, обязательно обратите внимание на эту тушь. Она, конечно, для меня является аналогом моей самой любимой туши L'Oréal Sault Couture, но проблема в том, что L'Oréal Sault Couture я могу пойти и купить в любой момент, а эту тушь нужно либо заказывать через интернет-каталог Avon, не взаимодействуя с консультантом, что в принципе удобно, либо же, если вы пользуетесь услугами консультантов Avon, пожалуйста, обратите внимание, прекраснейшая тушь. Продолжение следует...